Принято считать, что черешня растет только на юге, но это не так. Выведено множество сортов, прекрасно чувствующих себя в средней полосе. Кстати, сейчас самое время выбирать саженцы. В эфире наш полезный совет садоводам. Добрый день. Сегодня я вам расскажу про саженцы черешни. Значит, бытует заблуждение такое, что черешня в полосе в московском регионе не вызревает. Давно селекционеры уже вывели сорта, которые очень зимостойкие и не боятся возвратных морозов. Такие сорта, как ипуть, патиш, ревна, московская розовая, брянская розовая. Эти сорта спокойно переносят возвратные морозы. Если вы придете, к примеру, к нам и увидите, что на черешнях, которые перезимовали в таких контейнерах, они на следующий год водоносят и все в черешни стоят. Как в нас нужно выбрать саженец черешни? Мы в первую очередь смотрим, чтобы она была привита. Прививка, если вам показывали, это прививка на любом дереве. Это у нас подвой, это у нас привой. Подвой – это корень, который будет выдерживать залегание грунтовой воды. То же самое будет выдерживать мороз. К нему прививается почка сорта. Сорт берется, который я вам назвал, который зимостойкий сорта. К нему делается прививочка. Прививка должна быть над уровнем почвы. Тут она чуть-чуть выше, просто при поливе почва умывается. Но это, чтобы вы обратили внимание, это еще идет все корень. Это должно быть в почве. Потом смотрим на ствол. Ствол должен быть чистый, ровный, без механических повреждений. На данный момент листья желтые, потому что уже осень. Для того, чтобы дерево зимовало хорошо, добавляют в почву суперфосфат. Значит, это закрытая корневая система. Вот видите, я поднимаю ее, она спокойно сидит в контейнере. Это ком земли. Ком земли, в котором она растет. Но этот ком земли ему хватает только для поддержания жизни дерева, а не для развития, большого развития. Большого развития оно должно сидеть в почве. Поэтому при высадке вы элементарно роете яму, как два диаметра этого контейнера. И от прививки до почвы делаете две глубины. Потом вы землю опять добавляете, чтобы внизу образовалась подушка, земляная подушка, для укоренения, быстрого укоренения дерева. Поставили контейнер в яму, посмотрели, выровняли уровень почвы. Это у вас так. Потом разрезали контейнер, раскрыли его, поставили, выставили в яму и трамбуете. Трамбуете хорошо и делаете приствольный круг из земли вокруг дерева. Это для того, чтобы при поливе вода не разливалась. Добавляете удобрением, разбавляете с водой и поливаете. Это что касается осенней высадки. Всем хорошего дня, удачи! Субтитры подогнал «Симон»!